ПЕСНЯ Ну, конечно, так громко, наверное, и не надо, дабы не попасть под статью, есть такая, да, вот, но шутки шутками, а эта штука работает. И когда мы применяем, применяем вот эту друидическую магию, остались две неизученных карты. Это 20-й аркан и 21-й. Он в обычном таро называется суд. Это, это карта суда. Иногда здесь подразумевается страшный суд. А что у кельтов? У кельтов вроде никакого суда нет. У кельтов там красивая, красивая девушка с, посмотрите, ярко-рыжими. Это она не крашеная. Это у нее натуральный, на кельтский цвет волос с ярко-рыжими, ну или русыми. Ларис упала, вот, русыми волосами. У нее на шее торг. И сзади, вы видите, так вот, такое красивое дерево цветет. И там какие-то вон за спиной бары наблюдаются. Кто это такая? Это представитель знака боярышник. Боярышник. Кто такие по календарю кельтов? Боярышники. Боярышники это тельцы и скорпионы третьей декады. Боярышниками называются тельцы и скорпионы третьей декады. Это кто родился с 11 по 21 мая. Это тельцы третьей декады. Или с 13 по 22 ноября. Это скорпионы третьей декады. Тельцы и скорпионы. Есть у нас боярышники в зале? В чем там дело? Боярышники это такие люди, они похожи на яблоню. То есть они очень заботливые, но боярышник в семье жестко, очень жестко хочет всех контролировать. Это особенность боярышника из лучших побуждений. Но это домашний тиран. Боярышник это... Кто у вас боярышник? Боярышник. Муж. Видите, а вы недовольны. А он же излюбит и поэтому... Значит, Елена Петросянцева нашего курса. Боярышник. Так она только ко мне подошла и сказала, что рассталась с мужем. Это с мужем. Как говорится? Дома с мужем. А дома еще с братьями и сестрами, как я на себя. Вот как самый главный... Всех замучил. Всех. Всех. Подтверждаю. Боярышник, он своей заботой, у него шаг влево, шаг вправо невозможно. Дети-боярышники, они всегда устраивают истерику, когда в момент расставания с родителями. У кого ребенок-боярышник? Они в детстве слезы градом. Вот у боярышника было или нет? Боярышнику надо, чтобы все были рядом. И вот он всех вот... Куда вам там ходить? Сидите дома. Будьте здесь. Боярышник хочет контролировать всю семью. И боярышнику очень важно, чтобы родственники все время находились рядом. У боярышника принцип всех впускать, никого не выпускать. И боярышник считает, он говорит, что ну зачем вы там куда-то пойдете или поедете, с вами там беда случится, сидите дома. У боярышника всегда одно. Дома целее будешь. Нечего из дома выходить. Вот выйдешь из дома и пожалеешь. А какие страшные угрозы боярышники произносят, когда с ними разводиться хотят. Они рассказывают, что ты сгинешь в первые же дни. Если мы расстанемся, они запугивают. Они запугивают. Боярышник неплохой знак. Но вот эта семейная тирания, даже яблоня по сравнению с боярышником не такая тиранка. Или не такой тиран? Боярышник. Тяжелый случай. Тяжелый, да, да. Домашний тиран. И это друидическое определение боярышника. Они любят, но любовь у них, она колючая. Она колючая. Давайте посмотрим, как выглядит боярышник в природе, что он из себя представляет. Боярышник это кустарник, на котором растут красивые плоды красного цвета. Но главное не это, а главное то, что боярышник, он имеет колючки. Он относится к семейству разоцветных. И боярышник это дерево, у которого это даже, вернее, не колючки. Вот посмотрите. Это шипы. Ну, как у розы. Даже похуже. Да, да, даже похуже, конечно. Это вот такие вот длинные, острые торчат на стеблях боярышника. Такие вот шипы. И поэтому боярышник, ему надо или полностью подчиниться, или с ним не быть. Такие это люди. Очень любящие, заботливые, но тираны. Тираны, тираны семьи, чтобы все было под их контролем. Под их контролем. Ну, а теперь про сам сюжет. На двадцатом аркане, который называется суд, и где изображена кельтская красавица, эта красавица была королевой, ну, если так в шутку сказать, директор санатория. Там же вот пары, вы увидите, сзади там танцуют, веселятся. Она была королевой земли, где всем было хорошо, но уходить нельзя. Ну, принцип боярышника. Уходить нельзя. Эта земля называлась земля вечно молодых. Кстати, похоже на астрологию. Пока человек в астрологии, он, да, пока человек в астрологии, над ним силы Сатурна, то есть силы времени невластны. Как только он с комсомолом достался, так сразу резко составился. Похужал. У нее такая была земля. Там все жили, всем было хорошо. Но если она говорила, ну, это вот как боярышники, когда из квартиры хотят выйти, они всем тоже говорят, смотри, уйдешь, пожалеешь. Они даже как хозяева гостеприимные, но навязчивые. Гости хотят уходить, а боярышник говорит, ну, подожди, ну, еще, вот попробуй, да, ты еще это не пробовал, ты еще чаю не пила, и уже просто вот это их навязчивое гостеприимство, оно просто уже через край. В общем, у боярышника вырваться невозможно. И она, как реклама своей земли, ну, земля в Европе, многие, то, что у нас области, например, в Германии, там это официально называется словом «земля». «Земля» это как регион, и она была хозяйкой такой волшебной земли. Сказка о потерянном времени. Пока ты со мной, ты молод, здоров и прекрасен. Уйдешь и пропадешь. Девиз боярышника «Уйдешь, пропадешь». Что произошло? Она вышла замуж за замечательного кельта. Это был сын сосны и ивы. Помните эту трагическую пару? Сосна, друид, отшельник, пятнадцатый аркан, дьявол. А Ива, аркан Луна, пророчица, целительница, но немножко сумасшедшая. И у них был сын, замечательный сын. И вот эта девушка, кто достал девушку? Вы достали девушку. Так что вы теперь королева земли вечно молодых. Так что всем скажите, кто рядом, уйдешь, пропадешь. Повторяйте им каждый день. Повторяйте. Каждый день уйдешь, пропадешь. Ну а что произошло? Он был, она за него вышла замуж, он был с ней и все было хорошо, но он давно не видел родителей. Там же помните, мать ушла в лес и не вернулась, а он был очень порядочный. Его дерево ясень, ясень. Он сказал, я не могу не навестить родителей. А она ему, уйдешь, пропадешь. Уйдешь, пропадешь. И он все-таки ушел. И как только он вышел из земли вечно молодых, он мгновенно состарился сразу на 300 лет. И на 21-м аркане вы видите слепого старика. Слепого старика, который и рад бы вернуться туда, но он резко состарился, и он уже назад дороги не найдет. Это ясень, 21-й аркан. То есть ясень и боярышник, это супружеская пара. Как сосна и ива. А аркан года 20-й? Как аркан года, карта неплохая. Просто 20-й аркан означает суровые, серьезные вопросы, которые придется решать. Она девушка серьезная, аркан суп 20-й, боярышник. А 21-й аркан, это ясень. Называется аркан мир.